Радио «Вера» представляет Светлые истории Спасибо вам огромное, прям большое утешение Особенно в таком, наверное, новостном фоне, как сейчас Важно друг другу и самим себе напоминать Какие порой чудесные светлые вещи с нами в жизни происходят Это очень помогает удержать вертикаль, что ли, определенную Равновесие удержать Не загнать себя под плинтус А попытаться сохраниться в таком рабочем состоянии И что-то еще сделать для своих близких, для себя самих В общем, светлая история На Радио «Вера» Миромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия В старой конюшенной Слободе Здравствуйте, отец Никандр Как-то вы так очень строго слушали мое сумбурное вступление Простите, пожалуйста Алексей Пичугин, Александр Ананьев Здравствуйте, здравствуйте Добрый вечер, дорогие друзья Александр Ананьев куда-то там углубился в телефон Видимо, очередной отзыв Хочет нам прочесть И вообще это стало, кстати говоря, доброй традицией На наших светлых историях Что-нибудь из отзывов дорогих слушателей озвучивать Спасибо, пишет Никита Очень нравится, что вы не просто рассказываете А обсуждаете и делаете глубокие выводы Это заставляет задуматься самому Вот подумалось, что правда, сказанная без любви Это не ложь, а запрещенный удар по душе человека Правда не может быть ложью Так же и ложь правдой Это к теме Правда, сказанная без любви Это ложь И вообще на каждую тему у нас есть какие-то замечательные Абсолютно искренние комментарии Более того, люди рассказывают свои истории И в конечном итоге наш канал на Ютьюбе Становится такой живой Пополняемой коллекцией Реальных историй, реальных людей Слушателей Радио Вера Спасибо вам огромное Пишите Это важно А сегодня у нас Поскольку Слушайте, день памяти святителя Николая Ну вообще всех с праздником Мне кажется, что этот святой С ним у многих из нас какие-то особые отношения Как он проявляется в жизни Это всегда настолько по-разному Это так удивительно Так круто, так глубоко Так тепло и человечно Я не знаю, как можно это все объяснить Как может быть в человеке столько любви А у меня вопрос Правда ли, отец Никандр Что к советским детям Приходит злой языческий Дед Мороз И только А к правильным детям приходит святитель Николай Да, я думаю, что нет Теплый, хороший Дед Мороз Конечно, замечательный Дед Мороз А, кстати, языческий Дед Мороз Александр, посмотрите, пожалуйста Старые дореволюционные открытки Посмотришь старые открытки Увидишь там замечательное изображение Деда Мороза Который через лес спешит к детям Это не советское изобретение Это задолго до То есть были какие-то персонажи То есть это был не святитель Николая В советском прошлом? Нет Нет, не было персонажа, равного Санта-Клаусу В Российской империи И был просто такой набор новогодних персонажей Там был Дедушка Мороз Там была Снегурочка Вот Снегурочка, она была не совсем в том виде, Которым мы ее представляем Это просто такая ледяная Снегурочка вообще много вопросов Кто она этому старику? Ледяная девушка Внучка, внучка А где бабушка? Так вот там вся и проблема Ледяные носки вяжет А что, видите, они же приходят к детям, Александр А когда вы были ребенком, вам была абсолютно без разницы, где бабушка О нет, отец Никандр Когда я был ребенком, у меня было еще больше вопросов Только тогда я не обладал тактом и воспитанностью Микрофона не было И задавал их напрямую Чем страшно смущал воспитательницу Ну я, кстати, Деда Мороза никогда не верила Мне было года три, я увидела воспитательницу под бородой Деда Мороза И, в общем, мне стало все понятно Но я поняла, что это такая игра Взрослые в нее играют А что, никто из вас не был никогда Дедом Морозом нигде? Я был Дед Морозом Отец Никандр был А ты не был разум А я не была Я тоже был Дедом Морозом И в этом нет ничего хорошего Потому что в бороде отвратительно жарко Ну вот в этой вот, в искусственной Вот, отец Никандр, слушайте Вот вы меня удивили Неужели вас благословили Вас, Ермонаха На вот такой вот Ну, во-первых, я не сказал, что я Не родился же Ермонахом человек Да, то есть до того, как стать Ермонахом У меня была большая насыщенная жизнь Вот поэтому, ну а что? Я считаю, что если жизнь дает повод Использовать и дать кому-то добро То почему нельзя отказываться? Почему? Ну, потому что это какой-то языческий сингтон Да, слушайте, ну а мы сами Какая-то театральщина А что плохого-то в этом театральщине-то? Что плохого-то? Что плохого? Да Давай, разруби в капусту Я не знаю, я не понимаю Деда Мороза С плеча Сейчас, сейчас Вот вы спросили, отец Никандр Я отвечу Дети должны верить в Бога А не в Деда Мороза Почему дети кому-то что-то должны? Вот именно Дети не должны Хорошо, ответственность родителей, Алексей Заключается в том, чтобы дети верили в Бога А не в языческих, бородатых мужчин Которые приносят подарки за то, что они хорошие Я категорически не соглашусь Потому что я, мне кажется, ужаском набил Вот то, что я об этом здесь говорил в этой студии Если кто-то три моих программы слышал Наверняка эту мою Максиму тоже слышал Дети верят в то, о чем рассказывают родители Я когда был маленький Мне бабушка и дедушка рассказывали про Ленина А мама с папой тоже про Ленина Но нечто другое Я верил маме с папой Ну, дедушке с бабушкой, правда, тоже немного Вот И ребенок, если он верит в Бога Потому что верят его родители И ходят в церковь, водят его Это не отменяет того, что когда ребенок немного становится обособленным В 12, 13, 14, всех по-разному Он начинает задавать много вопросов Очень часто Бога вот в этой детской системе ценности нет И все, что было до этого, было верой родителей Которую ретранслировал ребенок И вот только когда он сам вырастет И поймет, может быть, поймет Что ему нужен Бог И он готов с ним встретиться Или, может быть, встретился Тогда это станет его личной верой Но этого может и не стать Поэтому говорить о том, что ребенок что-то должен Это, мне кажется, достаточно смело Слушайте, позвольте, возьму Коль уж скоро меня сегодня назначили ведущей Дежурный по столовой Дежурный, да За сегодняшнюю светлую историю Давайте вернемся все-таки От Деда Мороза к святителю Николаю Мы-то сегодня собрались вообще поговорить о чуде О проявлении святителя Николая в нашей жизни Со мной, правда, непростая история в том плане Что очень многое из вот таких явных Явных проявлений святителя Николая Эти истории, они уже рассказаны здесь Сегодня ехали с садичкой на работу А эту историю рассказывали Рассказывали А эту историю И как он с жильем помог Меня бездомную приютил И как он меня, значит, познакомил с Сашей И как он там мне помогал в институте И как он во всех путешествиях и прочее И прочее, вот везде, везде, везде По жизни постоянно святитель Николай Почему мы его и называем между собой Скорая помощь, простите Ну, правда Позвонить можно как? Да Даже не обязательно телефон Для этого в руки брать У Аллы Сергеевны, будем откровенны Прямой роуминг Да, ой, да, ладно Не надо Отсутствие роуминга Не надо тут порождать мифологию А то и так уже, знаешь, что-то думают Чего нет про меня Отец Никандр Позволите с вас начать Вы были инициатором выбора этой темы Я, причем, я вот для наших и слушателей, и зрителей Хочу сказать, что, ну, вот Сегодняшняя ситуация, да Она показывает всю Естественность происходящих здесь событий Потому что, когда мне предлагали выбрать тему Эту тему звучало по-другому Чудеса в нашей жизни Да, кстати И там не было Святитель Николая ни слова сказано Поэтому то, что эта тема Приурочена к Дню памяти Святителя Николая Это прекрасно Но в теме я ехал сюда с другими рассказами Никак не связан с Святителем Николаем А просто о чуде, которое происходит в жизни человека По его вере Ну, мне кажется, что оно так и есть Мы просто... Алла начала со Святителя Николая Использовав просто хороший повод Чтобы задать тему общую тему Давайте вернемся к той формировке Которая просто связана с чудом в нашей жизни Я так вот ехал с этим багажом Отлично, выкладывайте отец Никандр, что привезли Что там, 40 минут, да, у меня? Да, 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 погнали Хотел бы сказать, что мне, конечно, немножко Вот больше повезло, быть может Поскольку священник это тот человек Который с чудом связан регулярно И когда, например, мы учили в семинарии То есть такая дисциплина, как пасторское богословие И отец Киприан Керн пишет о том Что одно из возможных искушений для священника Это привычка к чуду Или, быть может, когда священник начинает применять к себе Что чудо это уже не от Бога или не от Святителя Николая А от него происходит, да Поскольку чудо всегда в руках Ты освящаешь воду, ты совершил молебен И вода стала, не вода, а святая вода, да То есть ты там совершил таинство исповеди И от тебя отходит человек Это вроде бы что это Ты в этом участвуешь в таинстве Есть тонкий момент, который никак нельзя переходить И я бы хотел вот в сегодняшний день рассказать О двух чудесах, которые были в моей жизни Первое чудо в жизни каждого происходит И хотел бы нас предостеречь От самого большого врага, быть может, человеческого От привычки Потому что мы часто привыкаем И порой уже начинаем Ну, по-другому обращать внимание на происходящее событие На современном языке это называется обесценивание 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 Вот первое чудо, с которым мы сталкиваемся регулярно Это чудо Евхаристии И причем я вот недавно понял эту мысль И хочу сейчас с вами поделиться И со всеми слушателями Насколько Господь нам дает пример своего смирения Да? Вот я сейчас скажу Господь согласен совершить чудо Евхаристии По тому расписанию, как я его составлю 25 декабря, например, в 8 утра Мы начинаем литургию И Господь говорит, да, хорошо В 8 утра, значит, 8 утра То есть Господь не сходит до такой, как бы, смирения к нам Что даже готов по нашему расписанию человеческому Совершить это чудо Ради того лишь, чтобы мы смогли в очередной раз Причаститься этой вечной жизни И все-таки устоять на том пути, который мы выбрали Ну, это так, для общего фона Это, кстати, потрясающее замечание А теперь настоящее чудо, которое со мной недавно случилось Ну, и то настоящее, но то уже как-то в сознании уложилось А вот это я не могу пережить до сих пор В Москве есть хоспис номер один Веры Миллионщиковой называется Она метро спортивная Я не был там ни разу И ко мне обратился казначей нашего храма Говорит отец Никандер У меня лежит там знакомая У нее уже четвертая стадия онкологии Поедемте, съездим к ней А я как-то никогда не был И говорю, ну, давайте съездим Ну, почему нет Ее надо поиспределить, причастить А я понимаю, что там другой священник И как-то мне сейчас приехать с дарами как-то не очень красиво Я говорю, ну, давайте так Я говорю, все-таки как бы в церкви важно соблюдать вот эту, да Как бы сказать, ну, граница Я говорю, пусть тот месяц священник причастит А я готов приехать побеседовать И, я говорю, так а мне нужны хотя бы вводные данные О чем с человеком говорить, что за человек И он мне описывает свою знакомую 55 лет Человек, который прожил всю жизнь Не зная Бога вообще 55 лет своей жизни человек не знал Бога Знал о существовании церкви К церкви относился весьма скептически И даже с иронией Не принимал ни Бога Ни все, что с ним связано Даже узнав о своей болезни Даже оказавшись уже в хосписе В начале лета этого года Не было никаких изменений Человек также продолжал относиться С большой иронией и недоверием К этому явлению, как вера в Бога И вот, когда она уже пришла в такое состояние Что, какой я ее увидел Я вошел в палату и увидел человека В котором настолько мало жизни Что ей не хватало внутренних сил Чтобы бодрствовать все время Она спала Для того, чтобы с ней поговорить Надо было взять ее за руку И все время ее как бы сжимать И тогда она была в состоянии Как только ты руку отпускаешь Она сразу засыпает Ей не хватало уже жизненных сил Чтобы быть все время в состоянии бодрствования Ее причастил местный священник И я с ней поговорил У нее был один вопрос Почему я до сих пор здесь на земле? Почему, вот сколько будет длиться Это мое состояние? Что я такого сделала, что Господь Не забирает меня к себе? Я попытался найти слова Мы с ней побеседовали Я на все вопросы ее ответил Ее обнял И сказал, что я приду к ней Через день, чтобы ее причастить И пособоровать И причастить ее И когда мы ушли из палаты Муж проводил ее И вернулся И пишет мне сообщение Батюшка После того, как вы ушли Поговорив с ней Она сказала, что В палате стало светло И стало тепло Совсем изменился воздух Через день Она практически была без сознания Потом она пришла в сознание И ночью сказала Пусть завтра батюшка И снова придет ко мне И пособорует меня Я пришел, пособоровал ее И в этот вечер она скончалась Человек за два дня До перехода в жизнь вечную Сама самостоятельно попросила Прийти к священнику Чтобы причаститься И пособороваться Как это укладывается Вот в нашу парадигму жизни Когда мы уверовали В каком-то возрасте Потом стали на этот путь Героически сражаемся С самим собой Падаем, встаем Разочаровываемся Снова веруем Как мы, когда познали Радость Господа Пытаемся всех остальным Рассказать эту радость И как мы расстраиваемся Когда наши родные Например, не могут Этого познать И мы предпринимаем Огромное количество попыток Для того, чтобы это сделать На все эти вопросы я говорю Что ведь вера Это всегда встреча Бога с человеком в сердце Если этой встречи не произошло Как бы ты не пытался Объяснить Или прекрасно показать Жизнь с Богом Другому человеку Который это не познал Но это будут попытки Да Но не всегда И далеко не всегда Они увенчиваются Нашим успехом Как мы хотели это видеть А вот пример этой женщины Для меня Стал настолько Явным чудом Что Господь может За два дня до смерти Прийти в сердце человека И настолько Там поселиться Чтобы Она смогла Причаститься Поисповедоваться За всю свою жизнь Пособороваться И мирно Заснуть И уйти с этой жизни Светлые истории Иромонах Никандр Пелишин Настоятель храма Священномученика Власия В Старой Конюшенной Слободе Александр Ананьев Алексей Пичугин Я Алла Митрофанова Мы сегодня говорим О чуде О чудесах Можно было бы сказать Но мне кажется Вот когда мы меняем Единственное число На множественное Как будто бы Обнуляется Смысл этого слова То есть одно дело Чудо А другое дело Чудеса Поэтому Ну можно по-разному Конечно И так и так А иногда это Контекстуальные синонимы Но то что Отец Никандр Вы сейчас рассказали Это не про чудеса Это про чудо Вот такое Перемены Перемены сердца Да Вот как говорят Что правда Самое большое чудо Это когда меняется Сердце человеческое Я про то хотел сказать Что не надо Не надо бояться В том смысле Что когда допустим Вот мы уже Уверовали в Бога То мы боимся За других людей Что они не успели Ну нет Ну для Бога Совсем нет Ничего невозможного Он если захочет И если это будет нужно Он вот готов Вот прям уже На этом водоразделе Прийти И в жизнь человека Да Пример благоразумного разбойника Когда он уже был Вот на грани уже Да Вот еще один пример Но когда это происходит С тобой И когда ты видишь это Ты настолько Заражаешься Этой надеждой В то что Господь Он реально Вседержитель Реально всесилен И он может Прийти в твою жизнь Ворваться в нее И тебя вот так Обнять что Ведь это не то Что я пришел в палату И ушел И ей стало тепло И светло Нет Это же Это же Да Александр Я обращал внимание В студии радио Вера на Андреевской набережной Определенно становится Светлее И теплее С вашим приходом Мы с Сафифа включили Поэтому Я говорю о том Что человеку Вот Нужно просто По-настоящему Доверить Богу Доверять Довериться Быть верным ему И Господь все сделает Когда это будет нужно Что меня в этой истории Не смущает Неправильное слово Вызывает вопрос Да Мне всегда казалось Что Вера Ну Как говорил Герой одного фильма Я не скажу Что это пункт Но что-то героическое В этом есть Это то Что требует усилий Вот-вот Каждодневных Каждоминутных Усилий Быть благодарным Быть внимательным Усилий Следовать правилам Хоть как-то Вот криво Но следовать Чтобы завтра То что тебе казалось Тяжело сегодня Было естественно Да Понимаете о чем я говорю Это человеческое измерение Александр Бог действует по-другому Вот в чем Вот это вера А тут Получается Вот что меня Немножко смущает В этой истории А тут человек Не сделал ничего Кроме того Что он обратил внимание Что стало светлее И теплее Нет Я говорю Смотрите о чем Вопрос о том Что когда ты 55 лет своей жизни Прожил в плену Дьявола Условно говоря Ну не зная Бога То есть ты Жил волей Собственных чувств Собственной свободы И всего того Что предлагается Жизнью 55 лет Да И потом За два дня до смерти Ты сам Зайвешь того В кого ты не верил Никогда Зачем А кто-то скажет Ну люди Перед смертью Им свойственно Пытаться найти Какое-то продолжение Точку опоры Дальше За пределами Больничной палаты Кстати разумное Объяснение страшно И поэтому Кто-то скажет Но За кого-то Это будет Абсолютно Верное Ну слушайте Но если говорить о кто-то То кто-то и Христа Распел Не поверив в него Поэтому тут Мы же говорим О том Что Для людей Верующих Да Такая поправка Которую я Всегда пытаюсь внести Что Вера Это ведь Дело добровольное Да То есть если человек Верит Или поверил уже Да То Для него это Все правила работают А у этой женщины Получается недобровольное Почему Потому что Я объясню почему У нее не было выбора Поверить или не поверить Она вдруг увидела Что стало светло Как раз таки Она вдруг увидела Что стало тепло Понимаешь Так это и есть выбор То есть для нее Это было явление Не захотелось Это было внешнее подтверждение Ее выбора Понимаешь Она могла Видишь Могло точно так же Стать светло в палате Но она бы этого не увидела Когда она понимала Что она уже на грани Что у нее всю жизнь закончена И какая ей Что ее уже Ты вспомни этих гномов В финале Хроник Нарнии Изумительный эпизод Помните Когда уже второе пришествие Когда уже Нарния Трансформировалась В Вот Это самое Небесное царство Небесная Нарния Уже открывается Всем обитателям Этой страны И все пребывают Там в блаженстве Все кто с Асланом туда вошел И девочка Люсия Которая безумно Любит Аслана Ну и вообще Она любит И всех остальных тоже Вот она видит Там своих друзей Гномов Вот в этом пространстве Рядом с Асланом И все вокруг Ликуют и радуются И пьют там Какой-то волшебный Нектар Гномы сидят В кругу Зажмурив глаза Взявшись за руки И повторяют Мантру Гномы для гномов Гномы за гномов Гномы для гномов Гномы за гномов И Люсия Она к ним подходит И пытается Как-то расшевелить Миленький Вы посмотрите вокруг Какая красота Иди отсюда Не обманывай нас Ты попытаешься Нас сбить С нашей мысли Никто нас не собьет Гномы для гномов Гномы за гномов Они реально в раю И они не хотят Этого видеть И Люсия подходит К Аслану Говорит Аслан миленький Сделай что-нибудь Говорит Девочка моя Сейчас ты увидишь Что я на самом деле Далеко не все могу Если в ответ Нет встречного шага Он подходит к ним Значит пытается там Как-то что-то На них Как-то подышать теплом Они Что это тут за ветер Такой ледяной Да Или что-то вот типа того Им по просьбе Аслана Подносит вот этот Небесный нектар Напиток Самый потрясающий Они такие Фу Пойло какое-то Нам Типа нас с лошадьми Перепутали Нас хотят унизить И вот опять Гномы для гномов Гномы за гномов И он говорит Ты понимаешь Я бессилен Пока они сами Им так удобнее Им удобнее Сидеть внутри Своей собственной Картины мира Считать что кругом Враги Что все хотят Им испортить жизнь Хотят на них напасть Поэтому они будут Держаться за руки Обороняться И повторять Гномы для гномов Гномы за гномов Я сейчас Алла Простите пожалуйста Я сейчас вспомнил Пром Ангел вложил Очевидно Сейчас эта мысль Мне Пропомните притчу В званых виноградере Да Для работников Одиннадцатого часа Пришел И тот сразу Как Саша сейчас Я же трудился Шесть лет своей жизни Чтобы поверить А та И два дня Последняя дверь Последнего С точки зрения С точки зрения Современного Современного Законодательства И отношения К труду Нету Нету Платы за день Есть Плата за час Понимаете Очень просто Человека Час Когда я Оцениваю свою работу Я же оцениваю Не за день Я оцениваю за час Да И получается Что как раз Вот человек Который выполняет Ту же работу С той же квалификацией Стоимость его человека Часа В одиннадцати раз выше Чем стоимость моя Естественно Возникает вопрос Друзья Что происходит Я тебе сейчас Хочешь перевертыш Сделаю Мы просто Когда эту притчу читаем Мы такие все Значит Что мы Работники Которые пришли с утра И потрудились И спознаем И до нас на самом деле Не доходит Что работник Одиннадцатого часа Это же про нас Что мы На самом деле Может быть Вообще Меньше всех Сделали За всю свою жизнь И приползли То в последнюю дверь Последнего вагона Именно мы И тогда То что кажется тебе Несправедливым Становится вдруг Мега справедливым Потому что Это по отношению к тебе Господь проявляет Такое милосердие И тебя впускает Туда же Где все остальные Пахали На протяжении Просто Всей своей жизни А ты вот так Вот в последний момент Прозрел И тогда Все совсем по-другому И тогда то Что нам кажется Несправедливостью Внезапно становится Настоящим Милосердием Божьей любовью И все остальное Потому что это направлено По отношению к нам Я только в отношении денег Алечка Я только в отношении денег Ирмонахник Андр Пелишин Настоятель храма Священно-мученика Власия В старой конюшенной Слободе Алексей Пичугин Александр Ананьев И я Алла Митрофанова Мы в этой студии Сегодня Делимся светлыми историями И обсуждаем их Проявление чуда В нашей жизни А вы можете Их не только Слушать на радиоверно Но и смотреть На ютюбе Каждую неделю Появляется новый выпуск Смотрите Оставляйте комментарии Нажимайте сердечко И подписывайтесь На наш канал Потому что Чем больше людей Подпишется на канал Тем больше Людей увидят Рекомендации Этого подкаста Этой программы Этого разговора А для нас Очень важно Чтобы этот разговор Услышало Как можно больше людей Светлые истории Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова